Дорогие друзья, всем привет! Всем привет! Мы с вами сегодня будем рисовать и будем говорить о великом мастере. О художнике, который потрясающе умел писать морский пейзаж. Сегодня мне помогает Ярослав и Маруся. И вот мы сегодня будем говорить о художнике, о знаменитом маринисте. Так, что такое Марина? Марина – это профессиональный термин живописцев, это изображение моря. Море может быть разным. Да? Какое может быть море? Такое немножко серебристое. Ну, оно может быть тёплое, холодное, ещё какое? Нежное. Нежное. Ещё какое? Кислое. Отлично, море может быть кислое, безусловно, солёное. Солёное. Я теперь будем на него смотреть. Оно может быть бурное, спокойное, нежное, тёплое, на рассвете, на закате, ночное, бушущее, страшное. Правильно? Ещё какое? Чёрное. Ещё какое? Чёрное. Великий маринист, потрясающий живописец, замечательный мастер, который писал наш знаменитый девятый вал. Это кто, Марусь? Айвазовский. Иван Константинович Айвазовский. Самые знаменитые его полотна, ну, одни из самых знаменитых висят у нас в русском музее. Какие? Ты помнишь, Марусь? Девятый вал. Ты такую картину помнишь? А немножко. А ещё? Очень похожая картина на Девятый вал. Огромные, огромные. Которую путают обычно с Девятым валом. Айвазовский жил у моря, в Феодосии, с самого раннего детства, и, естественно, морец знал, прекрасно знал его характер, настроение, как оно меняется, как выглядит любую погоду. Вот какой оно может быть. Ну, посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok И у Айвазовского моря тоже совершенно может быть разным. Давай смотреть, значит, какие у нас есть. Хорошая погода, да? Плохая. Да, это уже шторм бурный. Прямо как вторая серия Титаника. Вот у нас прекрасные корабли. Здесь уже поплыли лето присты. Это какое море? Чёрное. Чёрное. Так. А это? О, это вообще там корабли. Ночи, лунная дорожка у нас. Вон корабли там. А это? О, это мы картину видели вон в сфере. Да, Маруся, что это? Девятый вал. Девятый вал. Айвазовский никогда не писал с натурой. У него была потрясающая память, удивительный талант. Вообще это называется профессиональным термином эйды. Эйдытизм. Он мог запомнить всё там до мельчайших подробностей. Если вот он посмотрит на берег, на пейзаж, на корабль, всё-всё-всё, на мельчайшие детали отложатся в его памяти. Но при этом эмоционально он тоже это всё запоминал. Движение живых стихий неуловимо для кисти. Писать молнию, пары фетров, всплеск волны немыслимо с натуры. Художник должен запомнить их. Сюжет картины слагается у меня в памяти, как сюжет стихотворения у поэта. Сделав набросок на клочке бумаги, я приступаю к работе. И до тех пор не отпожу от полотна, пока не выскажусь на нём моей кистью. Он это всё наблюдал. И потом писал в мастерской совершенно разным характером, по настроению, по цвету. Вот у нас, да, и золото, и бирюза, и сиреневый там есть. Ну, пожалуйста. А вот эта картина Маруса знаменитая. Волна. Волна. Так, вот она. Вот эта картина связана с той, где пираты на мачте. Да, здесь уже у нас совсем другое море. Если девятый вал у нас был, в какой гамме? Там и жёлтые, и золотые, и оранжевые были, да, и красные, и бирюзовые, и сумрудные. А здесь совсем другой цвет, да. Здесь уже страшное море, здесь ужасная стихия. Эта стихия вот здесь закружила, завертела в воронку, осталось только чуть-чуть, да. Вот тут вот мачта корабля виднеется. И кто у нас там ещё спасается, кроме людей, кто помнит? Кто ещё спасается, кроме людей? Барахтается в волнах. Эх, тут плохо видно. Надо прийти в русский музей, ещё раз посмотреть будет на картину. Кто же там спасается в волнах, кроме людей? Мы будем сегодня писать Марину. Что нам для этого понадобится? Акварель. Акварель. Так, это убираем, это оставляем. Но у нас будет непростая Марина. У нас будет техника необычная. Ну, у Айвазовского были свои секреты. И у нас тоже будет кое-что волшебное. Ещё нам нужно будет, наша волшебная пастель нужна. И из этой волшебной пастели нам нужен будет один невидимый волшебный мелок. Какой? Вот этот. Ну, бери. Правильно. Так. Взяли мелок. Это убирай, пока нам не нужно. Так, ну и, конечно, что у нас? Кисточки. А зачем нам рубка? Это, ну, чтобы, например, у нас будет какое-то море, чтобы вода год. Хорошо. Что мы делаем сначала? Выбираем, какое мы будем писать море. Мы будем писать шторм, бурю, стихию, которая у нас разбушевалась. У нас будут огромные волны. Или у нас будет море хорошее, спокойное, нежное. Это будет закат или рассвет. Или у нас луна выйдет, и лунная дорожка побежит по волнам. Так, какое же мне море сделать? Какое мне море сделать? Ну, ладно, буду нежное море делать. И волшебный мелок нам нужен для того, чтобы мы сделали сейчас все детали, которые должны у нас остаться белым. Например, я хочу сделать чаек. Барашки на волнах пену. Или парусник. Чуть-чуть, не нажимая, сначала мы отделим, где же у нас будет граница. Где у нас будет проходить горизонт, где у нас море будет разграничено с небом. Ну, ладно, пусть у меня будет море много. Вот здесь вот приблизительно не нажимаем чуть-чуть. И ничего не видно, мелок, потому что волшебные волны. Да? Мы можем сделать вот эти барашки, которые нам нужны. А, ну, может быть, тут на берег немножко набегает. Вот они. Да, тут где-то можем закрутить. А ты видишь, Ярослав, что я делаю? Да. Да? А я нет. А нам здесь видно. А я вижу. А мне нет. А парусник нужен? Ой. Не знаю. Давайте, пусть у меня будет парусник. Далеко. Что ничего? Вот мне видно треугольник. Это яхта вышла в море. Катер. Итак, значит, мы все свои невидимые пока детали сделали нашим невидимым мелком. Сейчас они у нас проявятся. Ну, если вам нужны облака, вы делаете облака. Если вам нужна луна, вы делаете луну. Если вам нужно солнце, вы делаете солнце. Если вам нужны чайки, давайте сделаем немножко чая. И солнце белым светом. Да. То вы делаете чай. Вот еще немножко волнычка. Ну, еще хоть чай. Добавлю. Тут вот след от яхточек. Ага, они плывут. Итак, что любит акварель? Воду. Воду. Вот за этим нам нужна луна. Потому что, конечно же, чтобы написать море, нам нужно много воды. Правильно? Это же море. Оно мокрое. И первое, что мы делаем. Ну, конечно. Мы всю картину сейчас смочим водой. Мы можем это сделать кисточкой. Я вполне это могу сделать кисточкой. Но если у вас будет большой листик, как у Ярославы, например, сейчас. Ага. Он будет вот на таком листике работать, да? То вам... Вот все покрыли водой и теперь начинаем писать с неба. То есть какое у нас с неба. У вас оно там предзакатное, у вас оно на рассвете, или это день. То есть вы выбираете цвет и даете ему свободу. Цвет должен течь. Оттенки должны сливаться. Ну, давайте начнем. Допустим. С красного цвета. Вот это мне очень нравится. Розовый цвет. Да. Нормально. Вот такое. Предзакатное. Что-то почему сделано. Вот это с неба. О, прямо видно. Да, немножко вот такого. Тиолетового. На, еще немножко. О. Ой. Что это было? Такого сделаем. О, вот наши чайки. Уже проявились. Только ты... А, вот они. А, вот они. Да. А, они вот. А, они прям тут как тут. О, как красиво. А, они вот они. Если бы это убедить в реальности с ним. Вот они. Наши с вами корабли. Да, наши корабли. И они. Так, ну и где же наше море? Для моря мы теперь берем тоже синий. Но не забываем про то, что у нас есть цвет морской волны. Грудный, да, бирюзовый. Бирюзовый. Вот он у нас какой. А вот у нас там еще и... Синенький, коренький. Да, вот они. Вот это очень. Да. И вот это. Ай. Так, вот. Вот течет. Течет. Все правильно. Да. 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 Что на звезды я прям... Немножко билый. И немножко... Является? Является. Вот наши волночки проявились. Наши парашки. Наши парашки. И немножко серебряного. Если есть серебряный. Течет. Течет даже здесь. Тут капелька, как все, она испарилась. Ну, вот наше море. Как вы? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok